Здравствуйте, добрый день! Мы с вами продолжаем изучать книгу Равиши Мшинадовида Пинкуса «Врата молитвы». И сегодня врата, которые называются Пагия. Их довольно сложно перевести на русский, есть несколько параллельных значений, и мы по ходу дела с вами коснемся нескольких из них. Можно перевести эти врата как настойчивая просьба или уговаривание, упрашивание. Есть еще значения, о которых мы говорим. Итак, пишет Рав Пинкус. Апкия и рибуя бакашот бакшанут гдэ ласик давар ацарихлуми од пкия, да, настойчивая просьба, скажем пока так. Это уговаривание и очень много повторений, просьба, когда человек упрямо повторяет для того, чтобы что-то получить. Викенд ми фарешраши берут. Альмаши катув альтиф киби. Приводит Травпинку стуты. Пасок стих из Мегелатрут, из Свитка Рот. И мы сейчас посмотрим, что здесь написано. Несколько слов для того, чтобы опередить, о чем идет речь. Речь идет о Рот, которая была праведная женщина. Они с семьей, когда начался голод в земле Израиля, они с семьей, она с мужем и с двумя сыновьями, они ушли в Муав. И хотя ее муж был большим праведником и известным, бедным человеком в свое время, тем не менее мудрецы критикуют то, что они ушли в другую страну из земли Израиля в Муав, потому что, обладая значительным богатством, они могли бы помочь беднякам справиться с голодом, который был в то время в Израиле. И тем не менее они ушли, и, может быть, одна из причин была того, чтобы они хотели именно сохранить богатство. В Муаве их сыновья женились на правителе, на царе Муава, на двух сестров, на Рут и на Орпе. И через некоторое время умерли как и сам муж Рут, так и оба ее сына, и Махлон и Кильон. И она осталась двумя невестками. После того, как они обеднели, они остались втроем, три женщины, она решила Рут, что ей нечего больше искать на чужбине, в земле Муав, и она решила возвратиться в землю Израиля. И обе ее невестки хотели сопровождать ее, они к ней очень привязались. И, возвращаясь домой, она уговаривает их вернуться к себе домой, вернуться в дом их отца. И они не соглашаются с ней, они все-таки хотят ее сопровождать. И она уговаривает их тем, что я одинокая, пожилая, бедная женщина, что я могу вам дать. Вам стоит вернуться домой во дворец, там вы сможете снова выйти замуж, вы можете снова иметь семью. У вас там будут все условия, богатство, что вы ищете у меня. И тем не менее, они продолжают уговаривать ее вернуться с ней в Израиль. И Рут, Орпа, одна из ее невесток, в конце концов, подается на уговоры, и она возвращается в дом своего отца. И за то, что она все-таки хотела, и она сопровождала, Рут, какой-то отрезок пути, какую-то часть пути, она тоже получит за это награду от Всевышнего, и мудрецы описывают, о чем идет речь. И она уже была рут, она уже была рут, она уже была рут. И она уже была рут. Лазвых, лошувь махурух, ло, эль, эшер иммах, эми, бэлокай, хэлокай. Бэшер ясэ, эшэм ли, бэкосив. Секундочку, сейчас я нагаду где-то. Ветома рут, аль-тив-ги-и-би, лазвых, лошув махурух, ки-эшэр тилхи элех. И так говорит рут Науми. Аль-тив-ги-би, не уговаривай меня больше оставить тебя вернуться в дом моего отца. Ки, и тут она говорит, по-моему, одни из самых проникновенных слов, которые один человек говорил когда-то другом. Она говорит так. Ки, эшэр тилхи элех, и тудах куда-то ты пайдёшь, я пайду. Убээшэр талин яалин, и там где-то ночую, зэночую я. И так как Всевышний сделал тебе, так Он сделает и мне, и только смерть разлучит нас. Это говорит рут, и вначале она говорит аль-тив-ги-би. И что говорит раши? Комментарь раши так говорит аль-тив-ги-би, не уговаривай. Он переводит аль-тив-ги-би, три значения этого слова, и аль-тив-ги-би, биг-я, это и название этих врат, которые мы сейчас с вами рассматриваем. Аль-тив-ги-би, говорится в мидраж. Да, это я должен продолжать, немножко я пропускаю. Три значения. Ари-га, то есть это убийство. Бигиша, это встреча. Ветаханоним и уговоры. Таханоним это очень-очень-очень сильный уговор. И по мнению мидража, говорит раши, таханоним, уговоры и встреча, это одно значение. Почему? Какая связь? Потому что, когда можно уговаривать, когда один человек, например, встретил другого, он подошел к ним, и тогда он начинает его очень сильно интенсивно уговаривать. Да, чтобы он пока очень-очень-очень его уговаривает, чтобы его друг, человек, которого он уговаривает, чтобы он от всего сердца действительно согласился сделать то, что он его просит. И то, что он приводит выше пигия, это мое значение смерть, то говорит рут на уме, если ты уговариваешь меня расстаться с тобой, но если я расстанусь с тобой, то будет подобно смерти, потому что в духовном плане я умру. Там говорит рут на уме. То есть мы видим, что три значения методов, это слово, пигия, и они все вместе перекликаются и образуют одно целое. Если мы возвращаемся над тема молитвы, то человек пишет, уговаривает, уговаривает еще, 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 Всевышний, пока не дает ему покоя. Так он говорит, не дает ему покоя, не дает ему спокойствия, пока Всевышний не сделает то, что человеку не вопросит. И он приводит то же самое, как Мошу Рабей напросил Всевышнего разными видами просьб, очень-очень-очень-очень разные, так-так-так-так-так, пока Всевышний пустил его зайти в землю Израиля. Так Всевышний говорит, а теперь успокоюсь, да, мне немножко спокоя. Приводит травпинку с слова Рабей Абау, который говорит, что если бы это не было написано черным по белому, как Мошу обратился к Всевышнему со своими просьбами, невозможно было бы это сказать, это невозможно даже представить себе такую вещь. Миламед, это все Мошу Лакадожи Бруху Киадам, что Туфесет Хаверобе Бигдо, Вамарли Фанаври Беношелу Лам, Эйн, Анима Нихаха Ачетим Холь Витеслах Лаим. Тут другая вещь, он приводит, что Мошу Рабейну, когда он молился, чтобы Всевышний простил евреев, поколение пустыни, он говорит, да, Рабей Абау говорит, что это вещь, которую невозможно себе представить, но если бы это не было так написано, как будто он так, он так его уговаривал, как будто человек, который схватил другого за одежду, и он не дает ему покоя, и он его уговаривает и не отпускает, пока тот не выполнит его просьбу. Рапингос приходит еще несколько моментов из Истанахет, в частности Ицхак, где написано, что Вей Атар, и переводит Раши Пирош, он очень-очень много просил, и написано, что она очень-очень-очень просила, пока не исполнится ее просьба. И наши мудрецы учили из того, как Хана просила у Всевышнего, чтобы он послал ей ребенка, чтобы она наконец могла родить сына. Отсюда наши мудрецы учили, как на самом деле нужно молиться, и как они сказали отсюда, что тот, кто просит неустанно, просит и требует, уговаривает, уговаривает, эта молитва, она будет прикидать. И Раф Пинкус пишет другой своей книге, которая называется Шарей и Муна, Врата Веры, он пишет про Хана, очень интересную другую вещь. Был один момент, когда она уже действительно захта, она удостовилась, и у нее родился сын, и не просто сын, у нее родился Шмуэль, который стал пророком, это тот самый пророк, который потом помазал царя Шауля и царя Давида на царство. Но это уже более поздние года. А до этого, когда он был учеником пророка Илии, в какой-то момент он допустил ошибку, он сказал такую вещь, за которую полагается смерть. То есть понятно, что его бы никто не убивал, но он сделал очень большую ошибку, и пророк Илии сказал, смотри, он сделал такой проступок, и ему полагается за это смерть, и если ты хочешь, я буду молиться, и у тебя родится другой ребенок. И Хана сказала, нет, даже что это человек, который сделал проступок, я хочу этого ребенка. Он сказал, почему именно это? Он сказал, потому что я очень много молила за него, это ребенок, который пропитан моими молитвами. Не так просто. Все, что она молилась за него, в конце концов, он родился, все эти молитвы не ушли в никуда, они были сконцентрированы, они были в нем, в его душе. И она сказала, Элянара Зейдпаляльти, это ребенок, которого я родилась, я не применяю его никакого другого ребенка на свете. И мы возвращаемся к этой книге Равпинку с Ашерой Матвила. И так все праведники себя вели, когда они хотели чего-то добиться. Они просили, 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 пока Всевышний не сделал то, что они просили. Равпинк говорит, на что это похоже, если есть ребенок, очень-очень любимый своим отцом, но очень любимый своим отцом. И этот ребенок, он чего-то очень просит, 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 говорит. Сначала мой отец говорит, нет, нет. Но он продолжается, он говорит, он просит, он просит эту вещь снова и снова, и снова, и снова. Он может добиться отца все, что угодно, Равпинкус пишет, даже если это царь, то эти накидки, которые бывают у царя, такая горноставия или короны во главе, даже это он может дать ему поносить, потому что это очень любимый ребенок. И мы все дети Всевышнего, и это правило, которое мудрецы раскрыли нам. И так Всевышний точно так же ведет себя с нами, как папа, который очень любит своего ребенка. Если только мы будем уговаривать, и продолжать уговаривать в молитве без остановки. Даже если мы не заслуживаем этого. То, что мы просим. Мы этого не заслуживаем. Но мы просим, чтобы Всевышний это сделал. Он сделает то, что мы попросим. Но это не должно быть нам во вред. И тут Равпинкус приводит из Масехи Танит, из Талмуда. Я буду сразу переводить это на русский, потому что это написано здесь на арамите. Во времена Раби Шмуэль, Барнахмани, сына Нахмали, был в земле Израиля голод и море, и эпидемия, и голод, и эпидемия одновременно. Амриах и Навид. И сказали мудрецы, невозможно молиться о двух вещах. Да, невозможно молиться, чтобы Всевышний и про голод и эпидемию. Невозможно. Можно молиться только одну вещь. Давайте будем молиться, чтобы не было голода. Тогда Всевышний пошлет нам благоденствие, изобилие. Но ведь он изобилие пошлет для живых людей. Он не пошлет для тех, кто, для мертвых. Если он уже нам пошлет изобилие, не будет голова, то понятно, что само по себе эпидемия тоже уйдет, потому что так написано. Он раскрывает свою руку и дает пропитание всем живым. Живым он дает пропитание. Откуда мы знаем, что не молятся сразу о двух вещах? Так написано в книге пророка Эзры. Написано, давайте о другом каком-то, о чем-то они просили. Давайте будем поститься, сказал Эзра, и просить об этом. То есть видно, что просить об этом, не о чем-то другом. Но ясно, что было у них несколько вещей, но они сказали, давайте будем просить об этом. И из формулировки того, как он и сказал, речь идет о чем-то конкретном. И в земле Израиля сказали, да Раби Хагай, сказал Раби Хагай, можно просить милосердия у Бога неба и земли, но просить только одну вещь. И тут пишет, это очень странно, то, что здесь написано, но очень странно. Как это может быть, что нельзя просить о двух вещах? Мы же каждый день молимся молитву 18 благословений, что в ней та часть, которая просьбы, по крайней мере, там есть 13 просьб, только в одной молитве. Кроме этого, еще все просьбы, которые до и после, и многочисленные просьбы, которые человек просит в течение дня, как это может быть, не просит о двух вещах, просит о очень многих вещах, но как можно такое написать, просит только об одной вещи. Эля, а перушу, но о чем, какое решение, как это можно объяснить? Перушу, они в то время, если была, например, засуха, или то, что описывается Эзре, они сказали, давайте сделаем пост, назначим пост. Я помню, когда приехала в Израиль, были несколько лет, засушлива очень земля для Израиля, если нет дождя зимой, это очень сильно сказывается, потом на урожай, нет полива, достаточно для садов, и действительно, раба ним, в рабина, они определяли, какой-то день был пост, и все молились, чтобы был дождь, и шел дождь. Так они сказали, давайте сделаем пост, и тогда будем молиться об этой вещи, но ведь не делают пост, а нескольких вещей, а если делают пост, то весь народ, вся община молится о чем-то определенном, и о том, чем определенные молятся, это вид молитвы, а что это за вид молитвы? Это просят одну вещь, одну вещь, и для этой вещи концентрируют все свои силы, человек концентрирует все свои силы, и все свое внимание, именно на эту вещь, ни о чем другого не распыляй, как лазерный луч, одну вещь он может достичь, очень большое пройти расстояние, не как лампочка накаливания, которая распыляет свой свет, об одной вещи просить. И так написано про Авраама Вину, ухтиватель Авраама Вину, берешит, вейгаш Авраам, и выступил Авраам, так про него написано, и что Раша говорит? Мацану Гиша, что такое Гиша? Выступил, о чем идет речь? Приводит Раша три объяснения о том, что значит выступил? Выступил на войну, выступил для того, чтобы искать примирение, и выступил эта молитва. Великоль Эли нехнас Авраам, ледоберкашот, лефьюз, у литвила. Да? И это все три вещи, когда Авраам просил, ледоберкашот, он просил, и примирение, и молитва. То есть Аврааму Аврааму, он пользовался тремя видами молитвы, и про одну из них написано, что это война. Хайну Бегия. Да, и это очень странно, как это может быть, что невозможно сказать про Авраама Аврааму, про отца Авраама, что он выступил с войной против Всевышнего, это же не уму непостижимая такую вещь назвал. Но, есть очень глубокое понимание. Умнам тфилаши милхама эйн цурата рагли доберкашот. Элякмобы милхама ши цурата к лолит и реку сколика ходкула. Да? Пишет Авпинкус. Что, какое понимание войны тут имеется в виду? Точно так же, как и военные стратегии. Есть такое, такое, такая позиция, что если хотят занять определенную позицию, и тогда концентрируют все военные силы для того, чтобы нанести удар именно по этой точке. Не ведут действия, например, по всей линии фронта, а хотят занять что-то определенно, какой-то, какой-то город или какую-то крепость, какой-то бастион, и тогда концентрируют там все силы и именно туда, чтобы занять эту точку. Это иметь в виду в этом смысле война, военная стратегия. Если человек концентрирует все свои силы и направляет это на что-то одно, на одну тему. В войне есть определенная цель, совершенно понятная цель, и невозможно, и в шарлих вошь мотаразу али-де-зрекат хит-сим-ли-коля-вар в биле-авхины хана-макомши царим на ховшо. Невозможно, если хотят занять определенную позицию, начинать, начинать, бомбить все подряд, все цели без разбора. Это не будет правильное ведение военных действий. И точно так же в этой форме молитвы Концентрация всех сил человека на одну определенную вещь, на одну определенную тему, которую человек хочет достичь. Везу алахали масы. Так пишет Раппинкус. Это закон молитвы. Вейца нору ам нам. И страшное, страшное, страшный совет, человеку страшный не в смысле что, опасный, в смысле очень сильный. И так евреи себя вели на протяжении всех поколений. Пистор Раппинкус делал евреи на протяжении всей истории. Когда нужно было что-то определенное очень сильно, то именно там концентрировали все свои душевные силы, как приводит Раппинкус перевернуть весь мир. В каком плане, что человеку что-то сильно, он будет все делать для того, чтобы это достичь. Все силы, которые там и просили именно, именно, именно за эту вещь. И Вани продолжает Раппинкус. Тут он приводит случай, который случился в его общении, наверное, но может быть нет. он говорит о уже немолодой паре, которую он встретил, очень интеллигентных, образованных людей, которые уже довольно, ну, не преклонны, но предпенсионном возрасте, можно сказать, они вернулись к соблюдению тора и заповедей, и они были очень преуспевающими людьми, и очень интеллигентными, очень умными, они действительно взошли и стали, постепенно научились, и все было замечательно, но жена, она почти ничего не говорила мужу, но тем не менее, она молилась для того, чтобы он учил, он смог учить тору. Обычно это известная вещь, что человек, который в преклонном возрасте возвращается к соблюдению заповедей, это очень сложно начать учить тору, потому что это другой язык, и другая, не только язык, в смысле это иностранный язык или иврит, но язык, который написан в Талмуд, и логика построения, и логика изучения, и формулировки, они совсем-совсем другие, человек уберет какое-то время, иногда длительное время, чтобы привыкнуть к этому, это непросто, а она очень хотела, чтобы он действительно углюбленно стал изучать, что-то было практически лишено логики, такое ее желание в таком возрасте, когда у него не было опыта, это то, что мальчик из маленького возраста входит в это постепенно, тут человек почти 50 лет, чтобы он начал, но она ничего ему почти не говорила, но она очень радовалась, когда он учился, и одновременно с этим, без того, чтобы он видел, она очень молилась, но именно на эту тему, именно, 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 именно эту тему, и Раппинкус не видела их несколько лет, и, может быть, прошло 5 или 6 лет, в один из разов он обнаружил мужа этой женщины, когда он сел в Биткнессете и учился, так, как будто он, как будто он всю жизнь только этими занимался, это было удивительно, это было потрясающе, это было необычно, и он встретил одного своего знакомого, тот, кто с этой парой поддерживал отношения на протяжении всех этих лет, и спросил, как это можно объяснить, это же что-то потрясающее, невероятное, такого обычно происходит, и он ему сказал, что на самом деле произошло, что эта женщина, она не просила своего мужа об этом, потому что просить такую вещь невозможно, и не высказывала ему своего недовольства, если он это не делал, потому что, конечно, это только бы разрушило, но она радовалась, когда он учился, и она, и она, не говоря ему ни слова, просила, и направила все свои силы души, чтобы молиться об этом, и так пишет Рапинкус, и эта история, она раскрыла мне глаза на эту форму молитвы, так это называет, так он приводит, как называется на идиш, то есть, много-много-много молиться, о чем-то без перерыва, без перерыва, пока он это не получает, и это, и о чем мы тут можете речь, это если человек хочет, чтобы у него получалось, учиться хорошо, или он хочет, чтобы у него была богобоязненность сердца, или о своих детях, чтобы они выросли богобоязненными евреями, и настоящими учеными, которые изучают Тору, или просить, чтобы родились дети, или если у кого-то есть недостаточно заработка, так он пишет, войти в войну молитвы, война, то, что имеется в виду, стратегия, все силы концентрироваться именно на этой просьбе, днем и ночью, и не отступать, и не расслабляться, пока не смилуются, пока не смилуются над ним с небес, и не ответят на его молитву. И добавляет Равпинкус. Нужно быть очень осторожным, когда человек пользуется этим видом молитвы. Чтобы он, не дай бог, не вступил, не попал под определение, если человек в чем-то слишком, 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 делает больше, чем нужно, это уже приводит к нарушению. Приводит тут Равпинкус пример Хони Амагель. Хони Амагель это был праведник в своем поколении. Что он сделал? То, что он сделал, если бы это был не он, сказали мудрцы, если бы это был не Хони, не праведник, ни один из самых видных и праведных людей своего поколения, если бы это был обычный человек, то его бы мудрецы очень резко осудили. Но это сделал он. Что он сделал? Была тоже засуха в земле Израиля, и он сделал круг, чертил круг на песке, и он встал в середину этого круга, и он сказал Всевышнему, я не выйду отсюда, пока ты не пошлешь дождь. И Всевышний исполнил его просьбу, сначала он, правда, был дождь очень сильный, потом очень слабый, но Хони добился, чтобы был дождь такой равномерный, как нужно. Но мудрецы бы осудили, если бы это сделал обычный человек, потому что невозможно так разговаривать со Всевышним. но Хони, который знал, что он делает, он был сведущим человеком, то, что касается разговоров со Всевышним, но обычно к ним возможно, что бы он сделал, это уже будет нарушение, это будет грех. И есть в этом, два момента, Но мы не знаем, что нам хорошо. То есть мы можем просить о какой-то вещи. Очень-очень-очень-очень. Но мы не знаем на самом деле, хорошо ли это для нас. И иногда мы что-то очень-очень хотим и очень просим. Но проходит какое-то время, иногда несколько лет, и мы понимаем, как это было хорошо, что мы этого не получили. Потому что выясняется потом, что то, что у нас этого не было, это было здорово для нас. И даже если человек говорит, не действительно это очень нужно, но проходит какое-то время, он понимает, что то, если у него не было этого, это он справился с этим. Он выставил в этом испытание, и что-то изменилось в нём, его личность, его душе. Он вырос благодаря тому, что у него не было этого. То есть в конце концов это было в духовном плане даже для него хорошо. Но очень часто каждый про себя знает, что то, что он просил, или он даже не просил, но хотел, и этого не было, оказывает, что это было в конце концов даже лучше для него. И пишет Арпинкус, какой совет по этому поводу есть. Просить всегда в общем, не просить о чём-то определённом, например, не просить выйти замуж именно за этого человека, или не просить, да, или жениться именно на этой женщине. Но просить в общем, например, жениться или построить еврейский дом, просить в общем не что-то конкретное. Или, например, человеку нужно заработать, просить, чтобы на эту работу попасть. Неизвестно, может быть, эта работа в конце концов окажется не хорошей для него, то, что хорошее, даже пагубное для него в каком-то смысле. Но просить о заработке, да, но не о конкретной вещи, если он берёт в качестве молитвы эту форму, о которой мы говорим. Если он просит о заработке, то просить, чтобы Всевышний ему послал завтра в той форме, в которой Творец знает, что это ему хорошо, что это ему во благо. И тут очень важный момент. Просить, чтобы его грехи не остановили желание Всевышнего помочь ему. И второй момент. И вторая вещь, которую говорит Рав Пинкус, Рав Пинкус – это очень тонкая духовная вещь, но когда очень часто человек, не часто, но бывает, что человек просто о чём-то. И он говорит, я это прошу не для себя, я это прошу для тебя, в конце концов, чтобы твоё имя осветилось в этом, и для того, чтобы все узнали о том, что ты существуешь, это я прошу не для себя, для тебя я прошу. Так может говорить человек в молитве. Говорит, просите, просите, снова и снова это повторять, И пишет Равпинкус, нужно остерегаться, почему? Потому что есть в этом иногда человек может прийти в некотором недостаточно, осторожно скажем, недостаточно уважение, как будто, не дай Бог, недостаточно уважения к Всевышнему, потому что может проскользнуть такой момент, как будто Всевышний, не дай Бог, у нашего приятеля, мы о нем печемся, да, так чтобы этого не проскользнуло, надо очень остерегаться. Когда человек говорит об этом не так часто, может быть, он выбирает слова, но когда он все время, все время об этом просит и выбирает именно этот тип молитвы, то может проскользнуть недостаточно уважение. Понятно, что мы, когда молимся Всевышнему, мы обращаемся к Нему с большой любовью, да, мы говорим, овину, отец наш, молокину, наш царь. Но нужно помнить, но нужно помнить, но надо сказать, что Кадош, Баруху, он не хавер שלנו, да, но мы должны понимать, что Всевышний он не наш приятель, да, он не наш приятель, не дай Бог таку подумать, и хотя мы к Нему обращаемся к Нему с любовью, как пишет Распинкус, да, но все равно так же, как и Гавуш Амайм Няр, да, так же, как и бескрайняя Вселенная по отношению к Земле, да, так же и бескрайнее расстояние разделяет между мыслями его и нашими мыслями. И если бы не скромность Всевышнего, или Малейн Вануто, если бы не скромность Всевышнего, и если бы не его желание дать нам добро и дать нам свет, невозможно было бы вообще представить себе такое, что мы можем с ним разговаривать. кто такие мы, и мы не можем себе представить, кто такой он, невозможно представить себе, как мы можем вообще с ним разговаривать. И Распинкус пишет это в этой своей книге «Врата веры», что это любой человек понимает, что есть Всевышний, да, не обязательно нужно быть для этого мудрецом, и даже не обязательно быть для этого евреем. И мало-мальски образованный человек, который в открытое сердце, он посмотрит на мир, необыкновенный, потрясающий мир, который вокруг нас, и он понимает, что мир не может существовать сам по себе, поскольку всё, что само по себе существует, оно всё разлагается, оно разваливается, оно постепенно рушится. Но весь мир устроен так, что всё, он собран, во всём царит порядок. Это противоестественно. Естественно, когда всё разрушается, разламывается, расползается и растекается. Мы видим, что есть высокая организованность в том, что существует. Ясно, что есть сила, которую отправляет. А в чём же революционный подход иудаизма в том, что можно со Всевышним не только разговаривать, но можно его любить, и он любит нас. То есть такие понимания, которым нам кажется только чисто человеческим, оказывается, что их источник во Всевышнем — это Он дал нам эти чувства, и эти чувства мы используем для того, чтобы разговаривать с Ним. Но надо стараться, быть осторожны в том, чтобы не допустить даже чуть-чуть, как это по-русски говорят, панибратства или такого, хотя мы друзья, да, так написано в Широ Ширим. Не только мы друзья, написано Ахоти, Тамати, Раяти, Едиднефеш — это наш друг и наш отец, и даже наша мама, и даже Раяти и возлюбленный, и Едиднефеш — это самый наш близкий друг, безусловно. И вместе с этим стараться, чтобы всегда это было в очень уважительной форме. Мы сказали два момента, которых нужно стерегаться в этой форме молитвы. И в то же время, после всего этого, когда у человека есть какая-то беда, с ним случилась беда, с ним случилась неприятность, или какой-то очень важный, очень срочный момент, который ему нужно, чтобы обязательно пришло все в норму. И он хочет использовать именно эту форму молитвы, про которую сказали наши мудрецы. Она не остается рекам. Она никогда не возвращается в пустую. Она всегда никогда не уходит в пустую. Нужно очень много читать Тейли. Так пишет Трафпинкус. Если человеку сложно сформулировать четко, о чем он хочет читать Тейли. Или читать тот носах, ту формулировку, которую написали наши мудрецы, хазали к души. Известно, что рибуй Тейли. Множество прочитанных стихов Тейли приводят только благословение. Это только всегда хорошо для человека и только ему во благо. Что может произойти еще, пишет Трафпинкус, когда человек действительно просит и молится, и уговаривает еще, еще, еще. И он не видит никакого результата. У бабы Тана, у него как закрадывается его сердце претензия. Почему я так переводила Трафпинкус по сугцамну в лороину? Да, мы даже постились и мы не видели. И я столько просил. Я не вижу никакого результата. Например, если человек просит жениться именно на определенной какой-то женщине. Но она не его, не его. Известно, что муж и жена не две половинки одной души. Она не его душа. И он ее не получает. А что происходит? У него начинается, начинает закрадываться в сомнении в существовании Всевышнего. Не дай бог, он просил. Он столько просил. И он это не получил. Как такое может быть? Нужно понимать, что у человека никогда не может быть никаких даже теней, претензий по отношению к Всевышнему. Если даже он просил очень много, потому что надо знать все, что происходит, все к лучшему. Я вспоминаю одну книгу, которую он написал, не помню, про то, как они жили в Литве перед Второй мировой войной. И когда ее, Литву, захватили Советы, и всех, кто занимался Торой, на ночь их отправили в Сибирь. И его с семьей отправили на Колыму. И до того они уже опасались, что это случится. И они очень, очень молились и очень старались, чтобы это не случилось, чтобы их схватили, чтобы их не перебросили в Сибирь. Это известно было, что те, кто изучает Тору, в религиозные семьи все отправляют туда. Но все-таки это, да, произошло, их схватили, и они провели там много лет, много лет в Сибири. И он написал целую книгу, про то есть не в Сибири, а на Колыму. И он написал целую книгу, всю семью их туда отправили, даже его маму, его бабушку. И они сидели в вагоне, и они плакали, и не могли понять, почему такое происходит. Ведь они делали то, что нужно, они праведные евреи. Ну, может быть, они считают себя праведными, но действительно, они делают то, что Всевышний заповедовал. И они молились и просили, они делали то, что было в их силах, чтобы избежать этого. Но все-таки вот они сидят в этом поезде, на полу, и холодно, их увозят из Литвы в неизвестную страну. Даже языка, которую они недостаточно хорошо знают, и не просто везут в страну, а в Сибирь, на Колыму. И его бабушка, она сказала, молчите, вы не знаете никогда, что Всевышний делает это к лучшему, вы этого не знаете. Может быть, то, что мы здесь сидим, это наше спасение. И на нее все посмотрели, как будто она выжила из ума. Как можно сказать, что это наше спасение? Но прошло много лет. И то, что мы знаем сегодня, но мы такие умные, потому что мы уже живем после. Но тогда это ведь никто не знал. Но когда они поняли, что то, что их увезли в Сибирь, это спасло их от немцев, потому что те, кто там остались, они не выжили. А они выжили, и они потом приехали в Израиль. Тебе кажется, в то время, когда ты читаешь эту книгу, что это простая вещь. Но когда это приходит у человека, и это испытание, которое стоит перед ним, что он очень сильно о чем-то просит, и Всевышний это ему посылает, это очень тяжелая вещь. Человек просит и умоляет, и умоляет о чем-то, о какой-то вещи. И кажется нам, нашими глазами, нам кажется, что это все впустую. Пустое, ничего не изменилось, хотя очень много молились о чем-то. Это тяжелое испытание. И нужно действительно очень стараться, чтобы не закрались головы мыслей, почему Всевышний это мне делает, или претензии по отношению к Нему, не дай Богу. Есть тут две вещи. Решит. Во-первых, чтобы не было никаких претензий, не дай Богу, по отношению ко Всевышнему. И второе, так он пишет, ради Бога не останавливайтесь, не прекращайте. Лама на Шем, לא лавсик. Эля кава на Шем хазак, ви еамец лебеха, в кава на Шем. Но, будь сильный, будь веносливым, пусть у тебя будет сильное сердце, и надейся на Всевышнего, и продолжай еще, еще много раз. Так пишет Равпиркус. Вы не туратили род бен мошера бен лу Менаши Мелахи Иуда. Сравнивает Равпинкус два типа молитвы, которые говорят, о которых наши мудрецы, Менаши, Мелахи Иуда, Менаши Царь, которые мы говорили на одном из прошлого урока, когда его захватили в плен, и он молился одну молитву, и Всевышнего спас, и Моша Раббейну, который молился очень много молитв, очень много молитв для того, чтобы зайти в Иерус Исраэль. Авал Газар, бемовгел, ирот отцаот. Авал Моша Раббейну, итпалел тфилот кеминян, витханан, келшон ханан, бемидаршал тфилат Муши. Шайтат филотто думали херов, шукуре, вихотех войно мяки. Говорят про молитву Муша Раббейну, что она была как меч, который рушит и рубит, и ничего не оставляет, ни камня на камне. Такая сила была у его молитвы. Маэян шэмам фураж, венец дазуша, май вард, висеребрешу даю и... и пришли волнение, в небо и земля, и все мироздание. Ках етпалел хамешмот в хамешесре тфилот. Он так молился, Муша Раббейну, пиццот 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 петнадцать ма литв, он так молился. Так как гематрия, слово витханан. И поскольку, когда он видел, и он видел пятьсот пятнадцать молитв, он молился страшных молитв, очень сильных, необыкных, чудовищных сил. Он молился пятьсот пятнадцать, и он видел, что не была принята его молитва. Болташа Амари в тот момент он сказал «Атсур тамим пару». Всевышний он совершенен. Если он и так сделал, что я не войду, я не войду. Но поймите, пишет Рафинкус, но поймите, если бы он молился, еще одну молитву, еще одну он бы зашел. Помните это. Есть в Толдоте, там в рубрике «Фильмы на минуту» есть один короткий ролик, который называется «Как не нужно молиться». Это ролик, история про мальчика. И хотя это наверняка не настоящая история, но это притча своего рода, но очень забавно, очень трогательный ролик о том, как об одном мальчике вы увидите его, если посмотрите, как не нужно молиться. Этот мальчик, он использовал именно этот тип молитвы, о которой мы сейчас с вами говорим. И он действительно затронул тот момент, о котором, говорит Рафинкус, о котором нужно быть очень осторожным. Всего доброго, до свидания.